Приветствую вас. Понимаете, в чем дело? Вот какая штука. Дело в том, что с одной стороны можно очень легко понять ваше желание помочь своему брату, переживания за него чисто по-человечески. Да? Вот. Но есть несколько важных моментов. Дело в том, что если человека жалеют, если человек чувствует, что его жалеют, то это, к сожалению, приводит человека к такому вот ощущению, к такому, можно сказать, восприятию самого себя, как того, кто находится не на своем месте. То есть жалость это про то, что вот я несчастный. Жалость это про то, что я несчастный. Жалость это про то, что там, не знаю, со мной не все в порядке. Жалость это про то, что это не так. Со мной вероятно. Вот что-то не так. Что-то со мной не так. Какие-то у меня есть проблемы. Да? Вот. И вопрос здесь заключается в том, вот вы говорите, что мужчина там, ну, он чувствует там скованность, да, что он там чувствует, что вот, значит, ну, что с ним, ну, с ним что-то не так, что с ним вот не все в порядке. Вот. И так далее. То есть вы говорите, что вот машина, ну, все это чувствует. Так, а не вы ли, не вы ли, не вы ли сами, да, не вы ли сами, а, ну, вот, как-то внушили ему что-то подобное. То есть вы ли сами донесли до него эту мысль, что с ним может быть что-то не то, что-то не так. Вот. О чем я рекомендовал бы вам подумать сначала. То есть если вы человека жалеете, если вы человек, вот, ну, отрицаете то, что человек находится на своем месте, то вероятно он и будет вести себя вот таким образом, вероятно он и, ну, и будет вести себя так. Понимаете? Потому что он действительно считает, ему действительно кажется, что у него не все в порядке. что с ним что-то не так. Понимаете? Вот. То есть в первую очередь, в первую очередь это вот, это вот вопрос, эээ, про это. Это вопрос именно вот про, про то, эээ, как вы эээ, формируете эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ как он, ну там, условно говоря, себя видит, да, вот, и если он видит себя негативно, к примеру, то это вопрос к вам в первую очередь, почему он, ну почему он видит себя негативно, и что определяет такое его негативное восприятие себя, вот, то есть не нужно думать, не нужно думать, не нужно думать, что неуверенность человека, да, ну вот его именно, именно неуверенность, это следствие его, значит, следствие его, его самого активности какой-то, хотя, ну в некоторой степени вы, конечно, будете правы, если в таком ключе, ну, поставить вопрос, но, тем не менее, это не единственная определяющая история, тем не менее, как бы, ну, есть, есть и ваш собственный вклад. Следующий очень важный момент заключается в том, что, какое поведение у человека подкрепляется, да, то есть, если на поведение человека реагирует определенным образом, то это поведение у человека закрепляется, к сожалению, вот, и, на мой взгляд, ваше поведение как раз-таки подкрепляет его поведение, то подкрепляет его, ну, мягко говоря, в не самом, таком вот, позитивном ключе, это мягко говоря, потому что мужчина знает, что у него есть вы, и что вы, в любом случае, там, рядом с ним, что вы, что вы можете, там, помочь ему практически, ну, практически, практически всегда. Это, конечно, очень расховаживает, скажем так, и, собственно, мешает формированию личной ответственности у человека, вот. То есть, а если есть подозрение на, ну, на заболевание какое-то, если есть подозрение на заболевание, то госпитализация, в принципе, может быть и, скажем так, без согласия, особенно если есть факт наличия вреда, вот. То есть, опять же, нужно грамотно балансировать между, ну, между какой-то такой определённой жёсткостью, да, и, значит, мягкостью. Вот, потому что, в противном случае ситуация может быть, ну, довольно печально, довольно печально всё. В целом, как бы, да, наблюдается у человека депрессивное состояние, депрессия, возможно, ну, это тут, опять же, нужен диагноз, да, без диагноза он ничего не сделал, вот. Я бы вам, вот, порекомендовал бы такую, просто психологическую игру изучить, которая называется «Дану». Ну, в неё играет ваш брат, играет неосознанно, то есть, не специально. Он играет в эту игру не специально, он даже о её существовании, вероятно, не догадывается, но, как бы, в сути, это не меняет в любом случае. Вот, поэтому, эээ, поэтому, эээ, перескорить эту игру вам нужно, очень важно вам выйти из эту игру, потому что важно вам не играть в эту игру. Вот. Ну, вот, там, она, эээ, крайне деструктивно влияет, эээ, вообще на любые отношения и на любого человека. Не только на, эээ, вашего брата, не только на, эээ, ну, на ваши отношения, но и вообще на любые, на любые отношения. Вот. Поэтому это очень, эээ, важно, эээ, понимать, очень важный этот момент, эээ, ну, очень важно давать себе отчёт. Вот. Вот. А, вот, в принципе, в принципе, то, что можно было бы вам сказать. А, что значит, ну, что-то можно было бы вам ответить по вашему вопросу. Да. А, спасать, спасать кого-либо, а, дело крайне неблагодарное, вот, к сожалению. А, спасая кого-то, вы порождаете жертву, потому что у жертвы, по сути дела, не остаётся, эээ, для того, чтобы, эээ, самостоятельно что-то, эээ, ну, вот, эээ, что-то делать, к сожалению. Жертву просто не остаётся, эээ, не остаётся. Ну, для этого никаких, эээ, средств и возможностей, вот, особенно если родные люди, вот, так, опекающие слишком и так далее. Даже если они хотят добраться вам, всё равно это крайне негативно влияет на человека, на его самостоятельность, на его активность, на его веру в себя. Потому что нет ощущений, что он же сам хозяин своей жизни, вот. И, чтобы человек, эээ, был хозяином своей жизни, чтобы человек, вот, ну, как было, эээ, чувствовал себя хозяином своей жизни. Ну, наверное, очень важно, эээ, дать ему, эээ, возможность так ощутить. Ээээ, ну, возможно, сносить себя. Вот. А это не всегда получается. Эээ, таким мягким способом это, к сожалению, вот, очень, очень часто получается, получается, эээ, исключительно, эээ, через травму. Вот, исключительно через боль, через страдания, эээ, которые выводят человека, эээ, из зоны комфорта и, вот, через, эээ, через, эээ, такой, эээ, далеко не самый, к сожалению, гуманный, ээээ, путь, да, ээээ, помогает человеку что-то для себя новое понять, помогает человеку что-то для себя открыть, эээ, вот, эээ, по-другому просто иногда невозможно. Эээ, на этом всё, я надеюсь, чтоб он помог вам, ээээ, я желаю вам всего самого доброго, эээ, удачи, надеюсь, что ваша ээээ, ситуация разрешится, вы сможете, ээээ, найти из неё выход. Продолжение следует...